Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава книги пророка Варуха. Я читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет. Ну вот, вторая глава такая, яро-непатриотичная глава. Вавилоняне нас покорили, вавилоняне всё разрушили. Но не вавилоняне плохие, а мы, потому что мы, Господи, тебя не слушали. Смилуйся же над нами. Тогда, как Моисей обещал, дай нам покаяние, дай нам изменить свой образ поведения. Тогда и при вавилонянах мы будем жить вполне достойно. Третья глава продолжает эту тему. Это молитва. Как, собственно, вся книга, я уже говорил, что книга Варуха – это такая книга, отвечающая книге Еремии. Еремия – Господь говорит своему народу, а Варух – народ, отвечает своему Господу. Господи, Вседержителю Божия Израиля, стеснённая душа и унылый дух взывает к Тебе. Услышь, Господи, и помилуй, ибо Ты, Бог, милосердный, помилуй, ибо мы согрешили пред Тобою. Ты вечно пребывающий, а мы вечно погибающие. Какая прекрасная формулировка – ты вечно пребывающий. Ну да, про Бога так привыкли говорить, а мы вечно погибающие. Что-то не хочется быть вечно погибающим. Такими, знаете ли, неудачниками, лузерами. Нет? Но перед Богом-то, вот, да. И это, собственно, повод обратиться к Нему с мольбой. Господи, Вседержителю Божию Израиля, услышь молитву умерших Израилей и сынов их, согрешивших пред Тобою. Что значит умерших? Видимо, не в буквальном смысле слова, они же все живые, кто это письмо пишет или от имени кого оно пишется. То есть умерших, в смысле погибших, брошенных, потерявшихся. А может быть, умерших – тех, которые действительно умерли когда-то, и тогда они приносят покоение в каком-то смысле от их лица, потому что считают себя их продолжателями. Умерших Израилей и сынов их, согрешивших пред Тобою, которые не послушали глаза Господа Бога своего, зато и постигли нас бедствия. Не вспоминай неправд отцов наших, но вспомни руку Твою и имя Твое все время. Ибо Ты, Господь, Бог наш, и мы прославим Тебя, Господи. Ты для того вселил страх Твой в сердце наше, чтобы мы призывали имя Твое, и мы будем прославлять Тебя в переселении нашем, ибо мы отринули от сердца нашего всякую неправду отцов наших, согрешивших пред Тобою. Вот мы теперь в переселении нашем, куда Ты рассеял нас в поношении, в клятву и возмездие за все неправды отцов наших, которые отступили от Господа Бога нашего. Ну, это повторение тех мыслей, которые уже были, но с немножечко иным поворотом. Мы отринули всякую неправду, и теперь мы просим о милости на этом основании. Не просто потому, что нам плохо, не просто потому, что на нас Твое имя, хотя это было сказано в предшествующей главе, но потому, что мы отвергли неправду, мы изменились. Может быть, еще только начали этот процесс перемен, но мы его начали. И тут неожиданно вместо молитвы идет проповедь. Ну, а молитва и проповедь близкие жанры, только молитва к Богу, а проповедь к людям. Но и молитва часто содержит элементы проповеди, вот здесь и это будет. «Слушай, Израиль», да, так начинается, собственно, символ веры ветхозаветной. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш» и так далее. И здесь как напоминание об этом. «Слушай, Израиль, заповеди жизни, внимайте, чтобы разуметь мудрость». «Что это значит, Израиль, что ты находишься в земле врагов?» «Состарился ты в чужой земле, сквернился вместе с мертвыми, причислен к находящимся в аде». Ну, то есть, все у тебя плохо. «Оставил источник премудрости». А вот и причина. «Если бы ты ходил путем Божьим, то жил бы в мире вовеки. Познай, где находится мудрость, где сила, где знания, чтобы вместе с тем узнать, где находится долгоденство и жизнь, где находится свет, очи и мир. То есть, прежде всего, причина не в Вавилоне не злые, а твое собственное незнание, и отсюда недостойная жизнь. Кто нашел место ее премудрости, а кто взошел в сокровищницу ее, похоже на гимн премудрости в книге Его, 28 глава, где князья народов, и владевшие зверями земными, забавлявшиеся птицами небесными». Похоже на книгу Даниила, да, с царем, который принимает звериный облик, потому что гордится очень. «И собиравшие серебро и золото, на которое надеются люди, и стяжанием которых нет конца. Где те, которые занимались серебряными изделиями, у которых изделиям нет числа, они исчезли, сошли в ад, и вместо них восстали другие». То есть вот все совсем не так, как видится отсюда, где кажется, что богатые, знатные, они вот хорошо живут. Все они прошли. «Позднейшие видели свет и жили на земле, но пути мудрости не познали, не уразумели стезей ее, и не достигли ее сыновья их. Они были далеки от пути ее. Не было слышно о ней в Ханаане, не было видно ее в Фимане». Да, это вот область Ханаан, которая потом стала святой землей. Фиман – другая южная страна. «Сыновья Игари». Агари – это наложница Авраама, которая родила ему Измаила, и потом от него произошел народ. Арабы считаются его потомками. «Сыновья Игари искали земного знания, равные купцы Меры и Фомана, и баснословы исследователи знания, но пути премудрости не познали и не заметили стезей ее». Как это, искали земного знания, а не премудрости? Ну, то есть, искали информированность, и сегодня люди начитанные, насмотренные, нахватанные, ищут знания. А премудрости – нет. И это вечная проблема, это не только сегодня. Вот они говорят сегодня про то сегодня, которое у них, и про то прошлое. Много стран, где есть знания, где ценится знание. «О, Израиль, как велик дом Божий и как пространное место владычества его, велик он и не имеет конца, высок и неизмерим. Там были изначально славные исполины, весьма великие искусственные войне, это имень суду Ханаана, какие-то великие войны, которые там были, Рифаимы их обычно называют. Но не их избрал Бог, и не им открыл пути премудрости. Они погибли от того, что не имели мудрости, погибли от неразумия своего». То есть ключ всего – премудрость. Не богатство, даже не знание как таковое, а премудрость как некоторое особое свойство. Кто взошел на небо и взял ее, и снес с облаков, или кто перешел моря и нашел ее, и кто принесет ее, лучшую чистого золота. Нет никого, знающего путь ее, не помышляющего о стезе ее. То есть человеку нельзя просто пойти и добыть премудрость. Золото можно добыть. Там слоновую кость, много разных других ценных материалов и артефактов, да. А премудрость нет. Откуда тогда? Но знающий все знает ее. Он открыл ее своим разумом. Она от Бога. «Тот, который сотворил землю на вечные времена, и наполнил ее четвероногими скотами, которые посылают свет, и он идет, призвал его, и он послушался его с трепетом. И звезды высияли на стражах своих и возвеселились. Он призвал их, и они сказали, вот мы и высияли радостью пред творцом своим». Да, звезды современной науки знают, знают, да, это небесные тела. И вроде бы у них рассудка мы не замечаем, нет? Они сказали, вот мы и высияли радостью пред творцом своим. И чем они сказали, это звезды? Ну, наверное, это немножко поэтический язык, то есть идет речь о творении, которые отзываются на призыв своего творца, который не просто существует, но вступает в диалог со своим творцом. Вот вы, израильтяне, вы не вступаете, по крайней мере, не всегда это делаете, а они всегда. «Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с ним. Он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу своему Якову и возлюбленному своему Израилю. После того он явился на земле и обращался между людьми». Это, конечно, не про Новый Завет, это еще на Светхий, поэтому идет речь про жизнь Бога со своим народом, когда в Сталкой Облачном, потом Огненном, потом в Скинии, потом в храме его присутствие бывало зримым, вот слава, которая наполняла их и так далее. Казалось бы, при чем тут премудрость? В Вавилоне не нас угнетают, Господи, помоги нам. Так не в том дело, чтобы просто стать независимой страной, приобрести там величие, успех на войне, в экономике, в чем-нибудь еще. Дело в том, что премудрость нужна. Будет премудрость, все это будет. Царь Соломон просил себя премудрости, когда Господь его спросил, чем его одарить. Получил премудрость, а все остальное в качестве бонуса, приложения к ней. Вот в этом смысле и третья глава говорит о самом главном, самый центр книги пророка Варуха. «Израильтяне, ищите премудрости». А премудрость – это то, что вас приближает к Богу, то, что вы принимаете от Бога, и то, что позволяет вам понять, как жить по Божьим заветам. Ох, как-то кажется все грустно. Четвертая глава вдруг неожиданно и дает такой заряд позитива. Г1-2-3-4-4-4-4-5-4-5-4-5-6-6-6-7-7-7-7-8-7-7-7-7. Продолжение следует...